К службе в рядах Вооруженных сил России готовы. Рэкбольные дружины высших учебных заведений Республики в День защитника Отечества разыграли кубок профильной Республиканской Федерации среди молодежных команд. Спортивный актив какого вуза пополнил почетный трофей сезона 2020 года, знает мой коллега Вячеслав Ильин. Праздничный счет на табло дал старт чемпионату Чуваши по рэкболу среди студенческих команд, квартету представителей парцузского боксерского баскетбола предстояло разыграть золото и титул лучшей дружины. Местом сбора рэкбольных дружин вуза в столице Чуваши был выбран спортивный комплекс Сельхозакадемии. Заявки подали 4 команды, так что победитель определялся по круговой системе. Студенческие команды мы рассматриваем как ближайший резерв сборной команды Чуваши. Мы сознательно изменили возраст участников и допустили трех мастеров спорта по рэкболу из числа студентов или аспирантов на данные соревнования. Наличие в составе спортсменов, имеющих опыт выступления на региональных и всероссийских соревнованиях, заметно поднял игровой уровень претендентов на призовой подиум. Во многом показательной стала игра между дружинами автодорожного института, а не в красных трико и хозяевами площадки молодежной команды ЧГСХ. На аналогичном турнире сезона 2019 года действующий обладатель почетного трофея дружины МАДИ просто вынесла коллег из сельхозакадемии, переграв своих визави со счетом 20 на 3. Ныне же хозяевам турнира трех мячей, забитых в корзину автодорожников, вполне хватило для того, чтобы одержать победу над действующим чемпионом с преимуществом в один мяч. 3-2 победа ЧГСХА. Настраиваться на прошлогодних чемпионов очень сильно. И 3-2 один гол в принципе это не поражение. Это спортивный фарт, да, на самом деле. С разницей в один мяч 9-10 завершилась игра между автодорожниками и педагогами. Победные два очка на свой счет записала спортивная дружина ЧГПУ. Капитанская повязка, в которой была доверена мастеру рэкбола России Федору Корзанову. Тяжеловато, ребята еще неопытные, у кого-то это первые соревнования, многие теряются площадки, но все равно мы подсказываем, поддерживаем их, ведь это молодежь наше будущее, вместо нас они потом продолжат наш путь. А вот неудачники прошлогоднего розыгрыша Кубка Дня Защитника Отечества команда Сельхозакадемии ныне сумела пройти турнир без поражений. Как итог, актив достижений «Альма-Матер» был пополнен очередным спортивным трофеем. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.